так всем привет друзья притащили мне ножички поправить смазать этот он не флипует вообще очень плохо надо смазать так ну эти уже были у меня я их видел нет это этого не было то есть d2 ножичек тоже такой хорошенький я его правил смазывал разбирал на подшипниках еще даже тут даже еще остренький очень хороший ножичек стали хорошие так этот важно это тоже ладно чисто китаец мне интересен вот этот мужичек вот этот во первых у него форма сделан как skin rock сталька здесь интересная сталька здесь сейчас не знаю видно будет вам не видно вот вот так видно с 35 вен очень интересная сталька сама по себе много разных составляющих компонентов но я с ней не работал не знаю сейчас буду точить править все это увижу но мне интересно посмотреть как он сделал как он сделал нужно его раскрутить разобрать почистить потому что игры тут я разбирал не подготовился так составляет что в чем кто 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 а а он тоже на подшипниках ребят видите подшипнички такие подшипнички это мы сейчас все про моем все про моем соберем назад ладно сейчас буду мы чистить вам наверное это будет неинтересно смазывать и собирать назад ну а потом буду затачивать просто неинтересно было посмотреть на этот ножичек интересный интересная форма ну и качественно сделан и столько здесь интересная из 35 вен честно говоря не работал с ней не знаю вот такой шкуросъемный скин и рук мне вообще вот такие вот форму нравится очень ладно так но все ребят все я не стал показывать от чай его дышкой вытираю на сухо смазываю пару капель литого на подшипники вовнутрь сейчас разработается и будет летать он уже летает здесь единственно нужно при сборке ну затянуть то его сильно не затянешь а вот ослабить и так чтобы люфт был ну люфта нету сейчас все хорошо что можно ослабить так что будет летает уже очень легкий ход вот такой малыш красивый ручка карбон вообще мальчишка говорю улетает по складишкам у него там я не знаю уже сколько сколько он не приносил на заточку на переделку вот этот первый раз вижу приедет забирать надо спросить у него по моему его недавно приобрел интересно такой ход говорит плавный еще надо чуть-чуть что так ну люфтов нет никаких все хорошо ну сделан грамотно очень грамотно сделан замок такой пас ходит но как бы я их не любил складишки это не мои вообще так ладно на заточку три ножа вот этот вот этот вот этот сейчас тоже наверно разберу смажу полирну полирнуть его надо потому что какая-то патина здесь осталось непонятная столько хорошая еще чуть по моему даже нет уже все уже нет уже нет сейчас минуту покажу вам так притащил я где ты там газетка где-то чуть-чуть а вот такие ножи люблю такие не просто режет он строгает но сейчас эти тоже также будут резать так так ребят еще немного о так но этот я заточил уже заточил разобрал смазал полирнул его потому что патина была небольшая то есть бреет руки бреет волосы и бумажку режет так хорошо то есть как вам показать это так и о сош это жидкость охлаждающая смазывающая я не знаю то с какой силой нужно тереть бруском да допустим вот допустим алмаз чтоб он на горе ну накалялся и охлаждали жидкость какую-то подбирать там я говорю заточники многие ой я там масло johnson's baby и все такое вот машинное масло обычное здесь вы 40 нужно для того чтобы убрать вот этот абразив с камня видно его да очень хорошо видно лучше смотрите будет зачем какие-то спец масла спец жидкости тоже масло johnson's baby я иду это вообще не знаю чуть такое вот и мной наношу так где у меня есть моя тряпочка вот она просто пальцем растираем растираем сколько бекки видно да бекки сколько осталось теперь просто берем тряпочку и вот так вот вся эта бекка стала здесь на тряпочки брусок опять чистый так что не морочьте людям голову супер-пупер заточники я имею ввиду во всяких жидкостях спец жидкостях и уж тем более масло johnson's baby так хорошие ну дорогое нафига вот он обычная покупаете машину меняете остается даже у ребятки этот кусочек набрали ее хватает надолго так что так что были на 5 это слово паразит так что к так ребят из вот этого вот ножа вывод какой хочу сделать с 35 вен которая я вот и еще сточу и короче можно сравнить просто я уже как не первые нужда ножей очень-очень много прошло через меня такое ощущение как будто вы стали похожи на house 8 очень легко точится брусок вот опять замыленный сейчас мы его опять почистим так нет так d2 до этого я точил скажу я вам намного по твердости что ли она твердая сталька вот видеть вот она бяка вся здесь остается все брусок чистый а это вроде бы там такой сложный хим состав вот на этой вот на этой стальке точится очень легко я не знаю надо спросить парнишки как он вообще работал не работал какие там отзывы у него ну ладно ну ладно так ну чё все ножи поточил готовы к труду и обороне три штуки оказывается дарили наверно парнишки потому что здесь инициалы его я только заметил крутил вертелы что-то внимание не обращал сейчас его гравировка михаил ну заточил сделал режут опять бреют то есть очень такие остренькие стали я думаю убежал что ли да снимаю снимаю так капуску крошет любой доволен вот этот еще раз говорю нож не знаю здесь такой сложный хим состав с 35 в сталька ну точился он легко очень легко такое ощущение как будто у меня вот есть нож кизлярский south 8 он точится очень легко очень острый ну как бы это работает недолго не знаю как этот работает надо будет спросить приедет забирать их ну этот тоже до 2 до 2 точится как потяжелее намного соответственно заточку держит лучше это вот х12мф д2 к 340 все из одной линейки стальки хорошие вот как правильно когда нажима точно прикольно шинком естественно бред но почему-то я же пробовал на руке вот этот вот вот этот у него рез легче прям плавно плавно идет чем вот этого до 2 и волосы на руке бреет намного легче тоже как будто бы вот тогда ты два показать там так где-то не вижу вот так вот видно не видно но все равно ощущается а вот этот вот этот он привет как будто бы вот джилет как будто джилетом брешь не чувствуешь ну как то так